Мы пишем там, наверное, на предписание о том, что необходимо убирать и содержать в чистоте своими территориями. Будем поступать тогда так, как мы будем. Давайте, давайте, конечно, пишите предписание. Самые вы не хотите, да, убирать? Мы убираем периодически. Есть еще корни, которые убираем. А где он может быть? Посмотрите, как ясно. Не очень приятная ситуация, к тому же в присутствии видеокамеры. Но наверняка сотрудники салона примут к сведению. Четверть часа, как открылись этим утром и проходя мимо, не могли не заметить лежащие на свежескошенном газоне пивную банку, бутылку и пакет. Ровно полминуты убрать и придать другой облик месту, где ты работаешь и встречаешь клиентов. Странно, что так рассуждают не все. Сетуют на соседство с пивным магазином и жильцов, что бросают окурки сверху. Замкнутый круг, конечно, но даже в такой ситуации у кого-то на прилегающей территории порядок. И, наверное, для магазина, офиса, агентства недвижимости или салона – это часть имиджа. Только в доме по адресу Пушкина 123 более десятка нежилых помещений. Надо отметить, что содержание прилегающей территории у нас возложено на управляющих компаний. То есть силами управляющими компаний здесь мы видим, что произвели скос. Это управляющая компания произвела скос травы. А поддержание в чистоте территории, которая расположена рядом с крыльцом нежилого помещения – это все же обязанность собственников либо арендаторов данного нежилого помещения. То есть тех, кто использует, эксплуатирует данное нежилое помещение. То есть обязательно обращаем внимание на то, чтобы урны были очищены от мусора, чтобы мусор не торчал. То есть чтобы не создавался общий вид беспорядка. Результатом таких рейдовых мероприятий являются только беседы, в ходе которых специалисты напоминают о необходимости содержать территорию в чистоте. Большинство продавцов и сотрудников обещают проблему устранить и впредь не допускать. Хотя, пожалуй, отсутствие мусора рядом с крыльцом и непереполненная урна – это программа минимум. В идеале рядом со всеми офисами и зданиями хотелось бы видеть цветочные клумбы и оригинально ухоженную территорию. Наверное, к арендаторам и собственникам центральной части города должны быть именно такие требования. Продолжение следует...